Большинство паломников, приезжающих на Соловки, спешат поскорее узнать о жизни монастыря, ощутить его сильный, несгибаемый дух, который на самом деле не заканчивается за стенами обители. Здесь, на севере, вера сохранилась не только в молитве посте, но и в каждой детали быта людей, которых принято называть поморами. Их культуру, следов которой в Беломоре становится все меньше, собирает и исследует Соловецкий морской музей, куда и отправились наши корреспонденты. Когда сам оказываешься в Беломоре, понимаешь, что слово «помор» обозначает гораздо больше, чем просто географию места жительства. Это был целый пласт культуры, сохранить который удалось буквально по крупицам. Одно из таких мест, где свято хранят наследие поморов, морской музей на Соловецких островах. Издавна север манил свободных людей, не боящихся в одиночку искать общий язык со стихией. Первыми поморами стали новгородцы, которые предпочли изменчивую погоду Белого моря, изменчивые воли великих московских князей. Эти с виду простые приспособления для ловли рыбы, для зверобойного промысла, отточенные вековым опытом, передавались из поколения в поколение, вместе с той силой духа, без которой на севере просто не выжить. От промышленников требовалась прежде всего морально-психологическая устойчивость. Они должны были быть вносливыми и психологически устойчивыми. Нужно уметь в штелях поболтаться день-два-три, нужно уметь на якоре, если буря, например, на якоре отстояться за каким-нибудь островком. А вот здесь, допустим, если в осеннее время, то буря, шторм может длиться неделю, а то и больше. Оказавшись в старом амбаре, забываешь, что находишься в музее, среди отслуживших свое, пропитанных запахом моря вещей. На первом этаже визжат пилы. Это верфь, которая благодаря музею ожила после долгих лет запустения. Память о поморах, об их культуре не может жить только лишь под стеклом. Делаем все возможное, чтобы наш музей был живым музеем, чтобы сюда могли приходить люди, и чтобы всем абсолютно было что-то интересное в этом музее. Поэтому мы больше делаем из музея культурно-просветительский центр, потому что он работает летом, сюда приезжает много туристов, паломников, и очень часто по вечерам у нас тут проходят концерты, встречи с разными интересными людьми, которые приходят на славки, приезжают. Фильмы мы здесь показываем и этнографические, и документальные. Стараемся как-то делать так, чтобы было интересно и нам, и посетителям.